Здравствуйте, дамы и господа! Последние годы практически все производители игровых гаджетов буквально свихнулись на всяких светящихся финтифлюшках. Сейчас светится всё. Светятся мышки, светятся клавиатуры, светятся гарнитуры, светятся даже телевизоры, те же Philips и системы Ambilight. Естественно, выглядит это всё круто, но это сумасшествие дошло до такой степени, что начали уже светиться и игровые коврики. Сегодня я представляю вашему вниманию обзор на очень необычный игровой коврик SteelSeries Prism Lighting. Коврик, который умеет светиться. Честно говоря, когда я впервые увидел этот коврик, я малость прифигел. Но, конечно, выглядеть это всё, я думаю, несомненно, должно круто. Давайте, наверное, этот гаджет распакуем, посмотрим, чей его внутри, познакомимся с ним поближе. Как-то он тут так запечатан, прям хрен распечатаешь. Что ты, ёпки? Отлично. Пол дела мы сделали, это досвидули. Давайте, что ли, уберём руль и будем вскрывать коробку подрясником. Значит, вот такой вот карабасик. Мы его открываем, тихо, никаких казусов. И внутри Prism QCK. Попахивает целлофаном, не очень приятно, но то такое дело. Тут бумажки, ну, собственно, ничего. Упакован он вот так вот в пластиковом боксе, чисто ковёр. Больше там нет ничего. В принципе, ну, учитывая то, что это буквально игровая поверхность, то особо ничего больше не нужен на самом-то деле. Хочется отметить то, что стоит этот гаджет весьма так неслабо. Опять же, вспоминая то, что это всего лишь на всего игровая поверхность. Если вы захотите себе такой гаджет, отбашлять придётся 60 баксов. Ну, я надеюсь, что он своим внешним видом будет себя окупать, ну, либо функциональностью. Хотя, какая может быть функциональность, фиг знает. Так, распечатываем. Упакован прям капец как добрячьим. Вот такой вот ковёр. Судя по всему, сделан из резины, но сейчас мы будем более детальнее с ним знакомиться. Поверхность, конечно, имеет запах такой не очень приятный, честно говоря, как на спиртовой основе, что ли. Или резина эта так пахнет. Короче, я думаю, то, что ему нужно будет дать время какое-то, чтобы он выветрился. Снимаем эту этикетку и, собственно, вот такой вот ковёр. Теперь можно посмотреть на него без всяких этикеток. Смотрим ковёр поближе. Девайс изготовлен из пластика и покрыт, насколько я понимаю, резиной. Очень качественной, мягкой. И, что самое главное, низ вообще не скользит. То есть, это всё летая резина, грубо говоря. И когда вы его ставите на покрытие, даже если прикладывать усилия, то ковёр у вас скользить не будет. То есть, стоит как монолитный. Это, конечно же, несомненно, радует. Главная фишка, конечно же, это подсветка этого ковра. В принципе, то, из-за чего его стоит в первую очередь и приобретать. Здесь, по сути, находятся по три зоны с каждой стороны. В сумме их 12. И эти зоны, все цвета вы можете настраивать в фирменном софте. Всего 16,8 миллионов оттенков. Сам же ковёр, на котором вы будете работать мышью, представляет собой самый обыкновенный QCK ковёр. И что радует, когда он у вас потеряет внешний вид. То есть, со временем испортится, затрётся и так далее. Вы можете купить любой ковёр от SteelSeries из серии QCK и поменять без проблем, установив его вот в этот вот корпус. Корпус здесь сделан из конкретной такой мягкой резины. И ковёр, когда вы сюда вставляете, во-первых, идеально вставляется. Во-вторых, он буквально не скользит. Что ещё порадовало, сам коврик имеет две стороны. С одной стороны здесь тканевая поверхность, с другой стороны, если перевернуть, поверхность пожёстче. Напоминает, как из плотной резины. Хочу сказать, что на этой поверхности мышки скользят просто как сумасшедшие. То есть, при лёгком движении, мышь у вас будет улетать буквально из ковра. Если честно, мне даже непривычно было такое скольжение. И я предпочитаю использовать тканевую сторону. На ней скольжение более умеренное, скажем так. Но мне так ближе, конечно. При этом всём, я смотрю, что подогнаны все стыки буквально идеально. Качество исполнения девайса просто на высоте. Я не знаю. Тут придраться, в принципе, не к чему. Единственное, что кабель, да, вот здесь вот такой вот логотипчик и уходит кабель. Выключу. Подключается в USB-порт и он без оплётки. То есть, он довольно-таки мягкий, гибкий, имеет длину метра полтора приблизительно. Но оплётки, к сожалению, нет. Что в этом ковре лично меня радует, это то, что он довольно-таки прочный. У меня здесь столик относительно маленький, скажем так, меньше, в половину примерно, чем ковёр. И когда я ставлю ковёр на столик, то даже если мышь использовать сбоку у него, то она не прогибается практически. Реально удобно. Размер у этого ковра очень даже большой. Я на нём использую сразу две мыши и мне более чем достаточно его плоскость. Честно говоря, я пользуюсь уже примерно с неделю этим девайсом. И когда у меня плохое настроение, я сразу на него смотрю и оно у меня повышается. Он выглядит просто, не просто круто, а сверх круто. Сверх красивый ковёр. Ничего более стильного из ковров я ещё не встречал, если честно. В итоге призма, конечно, получилась довольно-таки интересным ковром. Если честно, я думал, что это очень зашкварно дорогой ковёр, который, в принципе, никаких преимуществ перед обычными давать не будет. Я, на самом деле, довольно-таки серьёзно ошибался, потому как, как минимум, эмоции, которые мне этот коврик дарит каждый день, просто зашкаливают. На него просто любо-дорого сидеть и любоваться, смотреть. А он у меня всегда перед глазами, плюс этими мышками светящимися, выглядит, ну, прям вау, как эффектно. Плюс, в принципе, я думаю, что эта вещь будет практична, потому как ковры, как я уже говорил, при желании здесь, ёпта, можно заменять на любые другие QCK, плюс двухсторонний ковёр. Короче, ребят, не знаю. Да, 60 баксов не такая уж и дешёвая цена официально, но при этом всём хочу сказать то, что ковёр реально своих денег стоит. Я бы себе даже такой, наверное, второй прикупил бы для Алинки под ноутбук, ну, потому что, ну, шикарный, серьёзно. Как бы цена, это единственное, до чего я, с одной стороны, мог бы докопаться, а с другой стороны, за такую красоту, если честно, этих денег, как бы, отчехлить и не жалко. В общем-то, вот такой получился у нас обзорчик на ковёрчик. Если вам этот гаджет понравился, ссылочки на него в описании. Заходите, смотрите, покупайте. Думаю, то, что разочарованными не останетесь. Точно так же, как и я, стопудово будете в восторге с него. На этом у меня всё, огромное спасибо вам за просмотр. До скорых встреч, дамы и господа. Покупайте только лишь те гаджеты, которые вам подарят классные эмоции. С вами был Сони, всем пока.